Потому что это затянет разговор. В любом случае, просто нужно понимать, что здесь еще ведь в этот момент еще и ретроградный Марс, что очень, опять же, нехорошо. То есть, может быть, психологически она будет крайне напряжена, с ней, может быть, очень трудно будет общаться. Может быть, будет срыв ее намерений. Вы говорите, что какая-то речь об учебе идет, куда-то поступать. То есть, все может произойти не так, как предполагалось. Но главное здесь не горевать. Напротив, если это случилось затмение, значит, начался какой-то новый виток, новый интерес ко всему. И я думаю, что личная жизнь тоже здесь может быть задействована. То есть, человек, я думаю, что она очень артистичный человек, и ей нужно сейчас, не нужно ее давить. Это невозможно. Лучше дать ей возможность самой выбрать, иначе вы будете виноваты. Ну, я не знаю, насколько я ответил. Да, я понимаю. Дорогие друзья, я хотел бы... Ну, вы знаете, может быть, это меня не слышно, и Светлана тоже. Я записываю в некоторых моментах, я стал записывать эту программу, поскольку... Ну, кто будет записи слушать? Не знаю. У нас, да, прошлый эфир тоже прошел с зависанием. Вдруг ни с того ни с сего стал отключаться YouTube, я смотрю, резко упало посещаемое. Было 200, стало сейчас 47. Но будем надеяться, если что-то дело с YouTube. Не знаю. Светлана, когда... Давайте мы будем продолжать, тогда я буду задавать вопросы, поскольку я не вижу вопросов. И, наверное, что-то там происходит на YouTube. По поводу частных вопросов... Ты знаешь, Майкл, я думаю, что это не на YouTube, просто сейчас российская команда сейчас будет играть ответственный матч с Египтом. И я думаю, что это, конечно, сейчас... Да, именно сейчас в 9 часов. Поэтому, естественно, это вызывает огромные просто интересы. Я думала, что, скорее всего, как бы это вот наверняка даст такой отток. Ну, не страшно, мы здесь... Так кто вырубает что? Никто ничего не вырубает. Просто люди могут сейчас переключить свое внимание на этот матч. И им сейчас интереснее смотреть футбол, потому что Россия и Египет. Россия сейчас вышла... Вдруг сыграл так великолепно с Аравией там. И это просто фантастично было. 5-0. И все ждут сейчас победы от этого матча. Поэтому это просто сейчас лавина. Это сейчас здесь в Москве творится... Ты не представляешь, что здесь же праздник. Вот, поэтому все, естественно, вся Россия сейчас будет смотреть футбол. Я понимаю, я с этим согласен. Даже я смотрел, что, в общем-то, достаточно редкое впечатление. Вот, я смотрел этот матч. Правда, в записи нет возможности смотреть в реальном времени. Но не в этом дело, Светлана. Дело в том, что действительно висит... У меня второй монитор. Он не показывает трансляции. Он не показывает трансляции. То есть она примерно 10 минут не показывает. Поэтому я, когда увидел, что стало резко сокращаться, это все, я решил записывать. Это защитные могут быть меры. Все-таки у нас сейчас здесь предпринимаются некие действия. Видимо, это из этой серии. Я не думаю, что это на русском языке, потому что на русском языке. Потому что трансляция идет... Не имеет значения страна. Я живу на другой территории. Давай тогда, раз ты записываешь, так или иначе это будет представлено. А как может повлиять, допустим... Ведь еще же будет продолжаться чемпионат, верно? Почему выбирается чемпионат в коридоре затмений, скажем так? Ну, у меня такое чувство, да, что люди ведь не живут. Если бы вдруг вот такая... Пришло такое время, что они поняли бы, что все имеет возможность выстраиваться, некая такая плазмость событий, то, наверное, все было бы иначе. Ведь не случайно, мы же говорили, там существовал город Аркаим, существовали другие цивилизации, где мы видим не какое-то глупое поклонение звездам или каким-то таким вещам. Оно просто рождает возможность жить в совершенно другой цивилизации. И раз у нас все идет, как их звезды, скажем, подавляют, как они заставляют их делать, ну, должна быть какая-то ситуация острая. Вот, пожалуйста. Я помню, что на самом деле, когда еще только выбирали, в какой стране будет происходить чемпионат мира по футболу, ко мне обратилась радио и спросила, где это будет. Я повычисляла, говорю, вы знаете, в России. И они так радовались. А я смотрела и думала, господи, как же мы будем проводить этот матч в таких сложных условиях. Поэтому я думаю, что сложности еще, наверное, будут. И у меня тут, кстати говоря, даже есть числа, но я не могу отойти сейчас и прочесть. Я думаю, что, может быть, потом в текстовом варианте выложу. Но есть такие сложные моменты. Есть, например, даже я видела угрозы Крымскому мосту, например. Я надеюсь, я предупредила определенных людей, чтобы все было в порядке. Но то есть Россия предпринимает серьезные меры, чтобы все было ровно, очень серьезные. Но будем надеяться, что, может быть, как-то ей удастся обхитрить затмение. Хорошо. А вот если отойти немного от затмений. Ну, изначально, когда выбрали Крампа президентом, то очень и очень многие говорили, астрологи видели в карте о том, что он не доживет, ну, может, не физически, а в качестве президента, до своего срока, четырехлетнего срока. И они обосновывали это какими-то вещами. Вот. Вплоть до покушений, вплоть до импичмента и так далее. Как ты видишь, здесь есть какая-то опасность или все-таки это все профанация? Нет, это не профанация. Действительно, его карта просто как поле, минное поле. Настолько серьезное, что там, конечно, очень все сложно. Но, когда у человека такая ситуация, то чем больше ставки, тем больше возможностей выйти из этих рисков. Как ни странно. Вот такого рода фигуры, они вот так вот живут. И еще впереди у него очень серьезные, вот в это затмение, ну, представляете, он же есть, в общем-то, у него огромное количество планет в раке, и сейчас там происходит затмение. Вот. И что с ним будет происходить? И какие он будет решения принимать? И как он сейчас будет нажимать на другие страны? А это мы все увидим. То есть там будут достаточно неадекватные, может быть, даже агрессивные жесты. Вот. Но, когда человек является президентом страны, то его можно рассматривать с карты страны там вместе. Ну, то есть это такая техническая такая история. Но пока он остается в зоне повышенной опасности в любом случае. Более того, вот этот вот цикл, который сейчас в Америке существует, он совпадает с тем циклом, который случился действительно в момент импичмента Клинтону. Но прогноз для Трампа, скажем, вообще, я так вот не смотрела его совсем вдаль, но достаточно позитивный, как бы. Не могу сейчас ничего сказать, но могу только сказать, что сам цикл связан с таким вот попыткой импичмента. Поэтому не знаю. Надеюсь, что у него все будет в порядке, но тут не готова сейчас далеко рассмотреть. Одно только могу подтвердить. Карта находится в зоне колоссальной турбулентности. Колоссальной. Светлана, еще вопрос не успела задать, пока вот не отключилась, по поводу пенсии. Вот несколько человек спрашивают по поводу пенсии. А что происходит в пенсии в Российской Федерации? Реформы? Там что-то происходит? Я просто не в теме. В общем-то поступило предложение повысить пенсионный воздух в возраст до 63-65 лет. Там какое-то просто и какое-то повышение смехотворное просто повышение песни. То есть это издевательство на самом деле над народом просто. И когда-то я говорила, что вот это время для России это как будто попытка взорвать ее изнутри. И вот так оно и происходит сейчас. Потому что нагнетание недовольства этим максимальное. Что касается вот этой вот пенсионной всей так называемой реформы. Вот я в самом начале об этом не случайно сказала Кристин Лагард. Это ее идея, когда она, ну у нас же есть такая, наша либеральная власть все-таки сейчас находится, как и ни крути, у престола все-таки, так по-хорошему-то. Вот поэтому заявление Кристин Лагард, которая сказала, что, ребят, ну давайте все, закрывать эту тему со стариками. Просто они нас уморят, потому что мы их не прокормим. Но это, конечно, ужасно, потому что это вот это вот проевропейская такая идея, она просто ужасна. И уже очень многие другие страны приняли на вооружение. Мы не первые, мы одна из уже там крайних стран, которые все-таки на это пытаемся пойти, вот на эту историю. Но все вот, когда смотришь карту, так оно и выглядит, как ты ее видишь. Раз в России сейчас такое давление должно быть, оно и будет. Но что касается вопросов вообще о стариках, да, о пенсиях и прочих-прочих вещах, я думаю, что этот вопрос может быть начнет как-то решаться более или менее позитивно, только начиная после 2019 года. Пока я не вижу какого-то такого светлого такого момента, потому что вот это затмение на оси Козерог Рак это как раз пожилые люди и молодые люди, противостояние. Вот это вот попытка, там сейчас в Козероге еще и Плутон, вот убить родителей, что называется. Это звучит, ну, некрасиво, да, но по сути это получается, что тенденция такая, и пока борьба с ней будет тяжелой. Не уверена, что вот так вот сейчас будет легко все решить. Увы. Хорошо. Тут для каких знаков зодиака будет проходить затмение? Может, каким-то знаком будет вести или всем стоит быть аккуратным? Ну, слово вести здесь очень такое условное, но, во-первых, их несколько, этих затмений, и в каждом свой расклад. В первом затмении, скажем, я назвала максимально тревожные знаки, но максимально, скажем, приемлемые моменты могут быть для рака, ой, для рака, сори, извиняюсь, для девы, для тельца, для рыбы, примерно так вот, для скорпиона может так же быть. Вот, но это просто, скажем, что-то подтолкнет в их жизни. Но там же потом наступает еще и два остальных затмения, и там все меняются местами. Просто хочу сказать, что когда такая волна затмений, сначала в так называемом кардинальном кресте, а потом в фиксированном, но это уже такая... Я почему-то так разговариваю, понимаю, что нас, видимо, сейчас не очень много людей слушает, это тоже меня убивает мой тонус отчасти, но, тем не менее, скажем, просто сначала коснется это одни из знаков, а потом, когда наступит уже август, то это больнее пройдется по львам, водолеям, скорпионам и тельцам. Вот, а чуть полегче будет там остальным знаком, скажем так, чуть полегче. Но вы же понимаете, когда их три, этих затмений, одно еще и лунное, которое лунное вообще поднимает волну негатива, агрессии, какого-то вот желания кровопролития, там еще участвуют такие звезды очень тревожные, опасные, они, во-первых, дают опасность действительно катастроф, ну, в отношении там земли, в отношении воды, в отношении агрессии, войны, как там люди между собой будут разговаривать, это коридор затмений, да, это целая полоса турбулентности, вам нужно просто очень хорошо знать, что вам нужно, что не нужно, если вам что-то не нужно, вот проще всего в это время взять это спокойно, отрезать, и это больше никогда не вернется, чего бы это ни было, это может быть человек, который вам не нравится, это может быть курева, от которой вы хотите избавиться, это может быть болезнь, которую вы в момент затмения, например, пишете на бумаге, вот, там, уходит болезнь, все, написали, сожгли, и, ну, бывают очень серьезные, хорошие результаты от таких действий. Тут вопрос про Донбасс, не знаю, хочешь сказать, что делать жителям? Ну, все, опять же, индивидуально, я сейчас рассказывал, что будет с Донбассом, я думаю, что будет сильнейшее давление на Донбасс, но это будет повод для того, чтобы, наконец, это начать разрешать, эту ситуацию. Еще раз повторяю, что есть, ну, конечно, есть тревога, что вот эти вот летние моменты, особенно в середине июля, они мне показались очень тревожными, но как-то, у кого есть возможность максимально перестраховаться и не быть там, или как-то, если есть хоть какие-то возможности, все очень индивидуально, то попытаться это сделать, вот, но мне кажется, что пришло время ждать лучшего, что даже если будет очень плохо со всем, то не случайно Путин на своем выступлении сказал такую фразу, после которой ему позвонил Порошенко. Он сказал, что если вдруг вы нам помешаете сейчас в наших чемпионат проводить, то есть возможность, что вопрос будет жестко стоять о вашей государственности, что говорилось, как о целостности. во всяком случае, вот, видится так, что есть большой шанс начать решать вопрос с Донбассом в сторону его высвобождения. И это видно и в карте Украины, и в карте Донбасса, и в российской карте. То есть, все, разворот, в принципе, идет весь на высвобождение его. Понятно. Хорошо. Я, как бы, тоже там делал какие-то некоторые там основы на своих каких-то там прогнозах, может быть, и вещах, большей части нумерологических, но сейчас, скажем, идет тенденция, вспоминается то, что, допустим, Марс, который идет ретроградным. То есть, это случается достаточно редкое явление. Дело не в этом, что он не редко идет, такое бывает, а редкое в том смысле, что вот тогда тоже было, когда началась вот эта вот украинская тема, он как раз шел на затмение, был ретроградным ровно на лунные затмения, когда у людей сносят крышу, начинается вот эта агрессия, которая неоправданная, нелогичная, бессмысленная как этот бунт, и которая затягивает процесс. Вот в чем все дело. То есть, в этом его опасность, что он принимает участие в момент вот этих затмений. Вот в этом, наверное, экстраординарность. ну там речь идет вот о чем, о том, что ситуация, которая была аж 46 лет тому назад, 47 лет тому назад, и в это время правительство, ну, дурило, как всегда, голову, и говорило то, чего нет. И вот начала вылезать на поверхность вся вот эта вот неправда. Да, 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 ты прав, абсолютно, да, да, потому что лунные затмения тоже вождает такую историю, да. И в то время было как раз в Соединенных Штатах это было импичмент президента Никсона, и это была война во Вьетнаме, где все время рассказывали о победах, которых не было нигде. Все было не так и не сяко. Это все была подтасовка фактов, к сожалению. У нас есть еще вопрос про пожилых людей, которые, казалось бы, тоже, вот тут тоже будет достаточно серьезными. В чем заключается этот вопрос? Ну вот, как вести себя пожилым людям и в период затмений, поскольку это все, естественно, будет еще более обостряться, и какие предостережения могут быть для них? Ну, поскольку затмение козерок, рак, то это всегда костная система, колени, позвоночник, зубы, очень осторожно, чтобы не было переломов. И в раке, когда затмение, это, конечно, желудочно-кишечный тракт. Вот, и нужно понимать, что, может быть, вот если вдруг вы видите в семье конфликт, и какое-то очень некрасивое поведение ваших детей, вдруг, каких-то, может быть, родных вам людей, вы не усиливайте, не акцентируйте на этом внимание, спокойно, может быть, не ругайтесь, не вступайте в этот конфликт, посмотрите на этого человека спокойно, он потом, эта вся энергия вернется к нему вопросам, зачем он это сделал. Если вы отобьете этот удар, то вы начнете бессмысленную, долгую, вот этот вот пинг-понг туда-сюда. Поэтому в этот момент, конечно, больше спокойствия, понимания объективности, что не все понимают, что происходит, не все владеют собой, поэтому тут можно только уповать на мудрость и на то, что действительно, почему вот это затмение происходит, мы не очень осознаем, как нам важен опыт людей, которые очень уже много прожили и много знают. И вот это затмение, вообще все, что сейчас начнет происходить, потому что следующее будет в Козероге в январе, вот эта вот тема пожилых людей и непонимание важности вот этого бэкграунда, это же первопричина наша, мы же родились у наших родителей, что отрезание вот этого вот пласта земли, от которых питается молодежь, это губительно, это приведет к большим проблемам, это будет видно уже в 20-м, 20-м, к сожалению, долго ждать, но вот это вот начало вот этой борьбы за непонимание. Файнали, наконец-то, появилась у нас Светлана на экране. Да вы что? К сожалению, никто не видит. Крутилась, крутилась, Ютюб уже вырубился, вот Светлана у нас появилась. Я себя не вижу, а вы меня видите. Да, да, ну как, ну как, чтобы видели, люди видели. Да, да, я вижу, я вижу. Ну вот, как здорово. Вот, зачитываю, так, ну, столицу, надо куда-то столицу переносить, что ли? Откуда вообще такое? Нет, я сказала, ну, тоже, не надо буквально воспринимать, я сказала, что речь идет об Израиле, да, что для него элиты, в частности, Трамп, и мы видим все, что происходит там, он сулит вот этот центр мира, скажем так, Израиль, то есть вся вера, которую будет носитель, вот этой идеи веры, какой-то такой полюс власти, где, может быть, будут проживать властные, персонажи самые серьезные, потому что все-таки, как для Америки есть угроза, природная катастрофа, она есть, и об этом знают, элиты об этом знают, поэтому все так передвигается, поэтому такая спешка, поэтому нужно успеть экономически все подавить и перестроить мир все равно под свое руководство, и Израиль здесь играет именно вот эту роль, вот, но я хочу сказать, вот тоже, когда мы разговариваем с тобой сейчас, я понимаю, что некоторые люди думают, ах, какой там Трамп, ах, какой там Путин, или вот кто, понимаете, люди в большинстве своем слепые, они думают, что они строят мир прекрасный, что сейчас возродится Америка, и это будет классно, но всегда любая сила приносит контрсилу, поэтому, увы, мы живем вот в таком деструктивном мире, а идеи-то у всех могут быть вполне себе позитивные. Речь идет о переносе столицы, российской столицы? Нет, ну, как же так, мы же говорили в самом начале, какая российская столица, мы не говорим о переносе столицы, российской. Понятно, ну, в общем, тут, ладно, хорошо, подробнее, если можно остановиться на затмении, почему 11 августа, а 27 июля, что, там посерьезнее, по-моему, затмение будет? Ну, там нельзя сказать, что серьезнее, потому что, смотрите, в чем суть, когда затмевается солнце, луной, ну, представляете, это витальность, жизнь, все, что связано вообще с физикой жизни, да, все, что связано с тем, что вот мы люди здесь живем, перекрывается кислород. Это серьезная штука, когда временно у вас нет доступа к силам вообще. Когда будет 27 июля затмение, это лунное затмение, это когда затмевается луна, то есть вообще на самом деле солнце встает напротив луны и как бы максимальный порыв энергии сносит с ног, да, вот он просто сносит. Вот почему в такие полнолуния там кровотечения, а это связано с лунным затмением. В лунном затмении, в чем его вот этот фактор такой фатальности, что у части вот этого полнолуния рядом стоит кармический узел, кармические два узла. Они говорят, вот сейчас всплывет столько всего, что вы просто не сможете оставаться равнодушными. Мы вам сейчас покажем, какой ужас происходит. Поэтому, поскольку оно происходит во Льве и Водолее, повсеместна смена власти, повсеместна такой революционный дух, в том-то все и дело, что вот это для нас это революционный дух, а для элит это смена королевской власти, но той, о которой мы не знаем. Все люди там, Макфеллер там или Ротшильд, это нам известная фамилия, на самом деле за этим стоят совершенно другие серьезные люди. И там власть меняется. А поскольку Россия, почему для нее августовское затмение самое важное? Представьте себе карту России. Вот мы сейчас говорили о людях. Затмение происходит на чем-то солнце. Человек просто меняется и в характере, и внешне. И говорит, я больше не хочу в этой профессии себя видеть, хочу другим быть. А оно происходит на солнце России. Представляете, какой уровень такой катастрофической перестройки? Тем более, в Водолее, это же сама революция, это свобода, дайте мне свободу. Это хаос отчасти, но перестроечный хаос, когда нужно что-то менять. Поэтому для России, конечно, это исключительно важно, а солнце символизирует президента, и в его карте там происходит много чего. Поэтому для России это серьезно. Это более серьезные 11 августа. А так, например, смотря о чем мы говорим, 27 июля, там, я сейчас вам скажу, я даже тут себе записала, чтобы, потому что очень много информации, обычно 25 листов я себе пишу к каждому такому выступлению. Ну, на самом деле, просто все в голове очень сложно удержать. Дело в том, что то самое затмение 11 августа, оно еще характерно тем, что между вот этой Луной и узлом стоит ретро-Марс. Представляете? То есть вам открывают якобы картину и говорят, посмотрите, как все плохо, а ну-ка давайте снесем власть, а при ретро-Градном Марсе это просто попытка действовать, воздействовать на эмоциональный дух людей, фон, без аргументов, просто привести все в какое-то вот, ну не знаю, состояние пены, за которым нет ничего реального. Вот поэтому, конечно, вот опасность такого хаоса, безответственности в каких-то действиях, вот оно. Но для того, чтобы его создать, должно случиться лунное затмение, где нам расскажут, как все плохо, что все не сменить. У нас выяснится в России, по крайней мере в это время, что какие-то были предприняты крайне нехорошие шаги экономические, крайне непопулярные там будут движения, еще сделаны, думаю, что вот это вот повышение возраста, это еще не последнее, что будет сделано. И представьте себе состояние народа, если говорить о какой-то общности, о народе. Конечно, это вызывает просто гнев нереальный. Но в карте человека с таким Марсом, с такой вот напряжением, с таким, ну это, знаете, это ничего не скроешь, это просто такие могут всплыть обстоятельства, которые могут показаться для многих, ну скажем, в частной жизни, непереживаемыми, что нужно все рвать, например, в отношениях, что друзья предают, что оказывается, друзья были не такими, что проект, который настраивался, налаживался, оказался вообще проигрышным. Вот это разочаровательная псевдоясность, как на личном уровне, так и на уровне, скажем, народа. Вот в чем проблема. Проблема, что ясности на самом деле не будет, а будет только раскачка во всех смыслах этого слова. И нам, России, помогут со стороны западники. Сама Америка просто тоже может находиться в достаточно сложной ситуации, потому что там внутри тоже, в общем-то, разногласия серьезные. И не только разногласия, и продолжается вот этот природный фактор, агрессивный, который воздействует на Америку. Вот, собственно, так. Трамп будет беситься. Поэтому все так. Вот тут я читаю, написано, что произошел сбой во всем мире. В работе Ютуба произошел массовый сбой. Вот это да. Да. Значит, как растал сервис, 55% пользователей Ютуба пошли на проблемы с просмотром видео, ну и так далее. Вот так. Так что именно сейчас. А на самом деле, знаешь, почему это происходит? Марс сейчас, вот он встал стационарно, через три дня он пойдет назад, но через два там, да, вот, а он находится в водолее. Вот в водолее есть техника, интернет, и вот вся вот эти вот всеточные вот эти технологии. Поэтому мы столкнулись сейчас с тем, что он приостановился, сейчас он пойдет назад, и я думаю, кстати говоря, что это сигнал к тому, что некоторые вопросы, связанные с Ютубом, тоже, наверное, какие-то будут пересмотры правил пользования или какого-то трансляции. Ну, можно ожидать. Вот мы сейчас, собственно, увидели такое. Ну, дай Бог, дай Бог, что у нас завтра будет, дай Бог, чтобы Россия все сложилось, победила, и тогда будет все здорово, потому что, наверное, дали задание на все ограничиться там, чтобы все смотрели весь мир с Мариал Мать. Поэтому будем надеяться. Ну, если Ютуб, это все-таки американская система, то как-то странно. Это действительно странно, я не знаю, потому что было, первый раз я такое вижу, у меня до этого была программа, она какой-то минут 5 не ценула, или даже 10. То есть началось оно, я случайно увидел, оно всегда идет, у меня показано, что идет программа, а там картинка висит, вот как сейчас, она висит, она крутится, вот этот вот самый шарик, и оно не работает. Примерно минут 12, наверное, потом она пошла, загрузилась, и вот в начале было, но я сейчас записываю, поэтому у нас так или иначе кто-то в записи идет. Так что нормально все. Хорошо, тогда что, заключение, или на этом мы остановимся? Ну, ты здесь справишь баллом, поэтому будем следовать твоему заключению. Значит, мне просто сейчас придется долго работать. я думаю, что да, стоит остановиться, у нас следующая передача будет, я думаю, что она будет более такая, у нас какой-то передача энергии друг к другу, поскольку мы видеть будем хотя бы друг друга чувствовать и понимать. Ну, тут написано, Российская Федерация делает облако всего интернета, кто-то там пишет, но я не думаю, что это настолько тут уже делает. Ну, всякое может быть, для России это крайне важное сегодня время, дата, и мы просто попали... Я буду тоже очень рад это все увидеть и смотреть. Давайте мы делаем так, дорогие друзья, сейчас это идет в записи, значит, мне придется тогда поработать, посмотрю, я потом матч в записи, а я его выставлю и сейчас добавлю точнее вот это все, там много обработки будет. Я думаю, так, часа через четыре это все появится, и те, кто будет смотреть в записи, кто-то потом проверять это все будут, задавайте свои какие-то вопросы, но желательно глобального плана, поскольку завтра у нас будет уже на троих передачах. Нам добавляется, со Светланой добавляется еще человек, который довольно известный в мире, создатель Академии Ангельского, скажем так, целительства, Джан Карло, его зовут, и он является ченнелингом, занимается, ченнелингом, да, получается такое. Вот так. И кроме этого, мы завтра, наверное, Свет, да, может быть, немножко там намекнем о том, что у нас впереди будут очень какие-то варианты взаимодействия, где мы можем отвечать на действительно конкретные практические вопросы, и мы выбираем формат вот этого вот общения. Завтра мы об этом, дай Бог, будет все в порядке, завтра мы об этом будем тоже говорить. Я правильно отвечаю? Ну, да, надеюсь, успеем, надеюсь, все будет хорошо со связью. Стоит ли покупать сейчас недвижимость и продавать? Последний вопрос. Ну, я думаю, что лучше бы подождать числа до 26 августа, если возможно, иначе потея почти неизбежно. А есть ли такая тенденция с моей точки зрения, анализируя рынок недвижимости, я в этом деле принимал очень активное участие, много лет я был риэлтором, кстати, я ушел за полгода до того, как оно полетело и страшно полетело, то есть еще полгода оно шло вверх, довольно активно, но потом оно все-таки развивалось, полетело. С 2011 года стало восстанавливаться, и вот где-то уже лет 7, получается, восстанавливается, но с моей точки зрения, оно должно лететь еще дальше, и гораздо, гораздо более отзываться. Все развивается в волнах, и опять в волнах, и это только вторая вверх, третья будет вниз, гораздо более серьезная. Как? Есть такая? Ну, просто есть общая, скажем, волна, да, люди же продают, покупают на какой-то там синусоидин временный, потому что все, во-первых, индивидуально, да, во-вторых, скажем, есть падение глобальное, но оно в долговременном, формате идет. А есть какие-то передышки, есть какие-то подъемочки, но, по крайней мере, в любом случае, то, что закладывается в момент затмения, оно теряется. Понятно. Ну, хорошо. Тогда мне остается поблагодарить за, как всегда, очень интересную и очень информативную беседу, и это действительно очень серьезно, то, о чем мы говорим. Все, тогда до завтра. Спасибо, Майкл, тебе и всем, кто был с нами на связи. Всего-всего. Сейчас выключаем трансляцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok